Приветствую вас! И вы знаете, вот, прочитав ваш вопрос, прочитав ваш запрос, я выделил в нём два элемента. Две такие составные черты, которые, мне кажется, очень вас сумят. Несмотря на то, что вы не задаёте никакого вопроса именно сами, вот у вас нет запроса, а я думаю, что эти две части, два элемента помогут вам понять проблему, наметить её, какие это проблемы. Первая проблема это то, что вы много лет назад расстались, значит, за своим первым мужем и не можете, как бы вот, сформировать образ будущего второго мужа, не можете себе представить образ второго мужа. Тонкость в том, что образ второго мужа вам и не нужен, на самом деле. То есть образ чреват тем, что вы будете стремиться подстраивать реального человека под него. А это, ну, хорошего вам ничего не даст, на самом деле. Поэтому давайте исходить из того, что образ второго мужа вам, вообще-то говоря, не нужен. А что нужно, спросите вы? А нужно вам для начала нормально так отпустить те самые отношения, которые у вас закончились вот много лет назад. Судя по всему, вы их не отпустили эмоционально, вы их не отпустили психически, вы не извлекли должного опыта. Возможно, вы не проговорили их до конца, этот отрыв, который для вас имел и имеет очень большое отношение. Для того, чтобы начать новые отношения, нужно отпустить старые. У вас этого не произошло, и, соответственно, в этом заключается вся беда. Чтобы отпустить старые отношения, нужно, во-первых, избавиться от чувства вины, если такое есть, от чувства обиды, если такое есть, от злости, если она есть, ну, и от всех других эмоций, которые имеются. У каждого из них есть свои причины, и каждую из них нужно разбирать отдельно, в зависимости от того, наличие они или нет. То есть можно здесь рассказать вам обо всех эмоциях, которые могут быть от разрыва. Но зачем? Каких-то эмоций, может быть, у вас и нет. И мне бы не хотелось вам навязывать их. Не хотелось бы проблему усложнять. Поэтому давайте все-таки, если вы действительно хотите найти свое личное счастье, то, я думаю, вы готовы к работе. Без работы вряд ли у вас получится как-то что-то изменить. Это первый момент. Второй момент. Второй момент. Вам нужен не образ мужчины, второго мужа. Вам даже не нужен второй муж как образ. Вам нужен просто мужчина. А просто встречаться с ним, проводить время, вступать в отношения. Именно ради самого мужчины. Не ради брака, не ради детей. Именно ради самого человека. и залогом успешных отношений, и является как раз таки восприятие человека, как ценности в себе. А не как средство, например, для достижения ваших целей. Например, брак. Это очень важный момент. И этот момент тоже нельзя упускать из видов. То есть нужно просто сформировать для себя критерии мужчин, которые вам нравятся. Кто это, уже вам нужно самостоятельно выбирать, самостоятельно решать и искать означенных мужчин в тех областях, в тех сферах деятельности, которыми вы занимаетесь. Лучше всего, если эта деятельность будет представлять о себе хобби. То есть ни работу, ни учебу, ни какую-то деловую деятельность, а именно хобби. Хобби для этого лучше всего подходит. Замечен не модные нынче социальные сети. Это тоже не есть хорошо для знакомства. Это был первый элемент, первый аспект. Теперь второй аспект. Вы пишите, что надо притянуть к себе нужного человека мысленно, но не получается. Знаете, вот притянуть к человеку мысленно, это скорее, наверное, больше к эстерике относится, чем к психологии. Потому что психология – это наука. И сила мысли не доказана научно. То есть да, существуют какие-то исследования по поводу того, что мысли материальны, но научно это не доказано. И мы, как адепты науки, придерживаемся того, что все-таки нельзя притянуть к себе никого мысленно. Можно привлечь внимание человека своим поведением, своей речью, своими поступками. Там и так далее. Да, это может. Но не мысленно. И поэтому здесь очень тонкий и тонкий момент. Во-первых, как можно притянуть к себе нужного человека, если вы не можете представить себе обувь старого мужа. То есть вы не понимаете, какой человек вам нужен. Соответственно, притягивать нечего пока что. И во-вторых, ну вот именно сам момент. Притяжение человека мыслью вызывает некоторые сомнения. По крайней мере, точка создания психологии. Если вы считаете, что действительно можно так сделать, да, можно потянуть силы в числе, то у нас есть раздел эзотерики. Туда вы можете обратиться. Там вам именно в этом моменте вам подсказывают. Я видел, вы задавали вопросы в разных категориях, значит, вы это делать умеете. Вы же различаете категории вопросов. Что-то хорошо, некоторые этого не могут. Значит, вы сможете задать соответствующий вопрос в разделе эзотерики. Эзотерики. И там вам на него ответят. С точки зрения психологии, нужно сделать то, о чем я говорю. И тогда у вас все будет хорошо. Тогда у вас начнет налаживаться личная жизнь, и вы сможете обрести свое женское счастье. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего доброго и удачи.